Приложение номер один. Примеры удачного подбора индивидуального питания. Ярчайшим примером индивидуального попадания в свои доши служит Порфирий Корнеевич Иванов. С позиции дош он представляет собой сочетание питта-капха. На дошу питта указывает седина его волос и прекрасное пищеварение. По рассказам очевидцев, он после длительного голодания садился за общий стол и кушал все, что там было. Борщ, картошку и так далее. Такой выход из голода у него был в порядке вещей. На дошу капха указывает его богатырское телосложение. Мощный костяк. Перенесение в прошлом ангин. Это скопление слизи. Исходя из этого, для него идеальным были ледяные обливания, усмиряющие дошу питта. Частыми голоданиями и бегом он приводил к гармонии дошу капха. Причем сочетание этих дош позволило ему только переносить как холод, ведь питта дает тепло. Так и голод капха способствует переносить лишение пищи и другие тяготы. Поль Брех также весьма успешно применял индивидуальную программу здоровья. Соотношение дош у него примерно такое же, как и у Ванова. Питта капха. Во-первых, он седой человек, что указывает на питта. Во-вторых, у него был туберкулез легких. Признак дисбаланса дош и капха. В своей диете Поль Брех тщательно избегал слизообразующих продуктов, молочного, масел, крахмалов, дабы не вывести из равновесия капха, то есть слизь. Любовь к голоданию и физическим упражнениям также способствовали этому. Александр Александрович Микулин, академик, конструктор авиационных моторов, перешагнул 90-летний рубеж. Вот выдержки из его знаменитой книги «Активное долголетие». До 50-летнего возраста я, как большинство людей, не придавал особого значения физической культуры. Однако, когда я тяжело заболел и оказался в больнице, у меня появилось желание и время разобраться в сложном устройстве человеческого организма. Изучив много книг на эту тему, я разработал свою систему. Эта система позволила мне преодолеть болезни, перестать стареть и сохранить работоспособность на протяжении многих лет, включая и настоящее время. А вот что он рассказал о своем долголетии. Ни моя мать, ни отец, ни другие близкие родственники не отличались долголетием. А вот мне уже 90 лет, и как видите, я достаточно бодр, продолжая работать, сохранил свежесть творческих мыслей. Это я объясняю исключительно тем, что 50 лет назад окончательно понял, нельзя жить самотеком, не занимаясь физкультурой и спортом, переедать, употреблять спиртное и курить. Я стал последовательно соблюдать эти принципы, а потом заинтересовался проблемой повышения жизнеспособности организма и как ученый, и как инженер-конструктор. Так появилась моя книга «Активное долголетие». Имеется под заголовок «Моя система борьбы со старостью». Однако я никогда не призываю слепо следовать моим рекомендациям. У каждого человека свои собственные привычки, особенности, темперамент. Значит и образ жизни должен быть индивидуален. Сказано прекрасно, должен быть индивидуальным. Он считал, как и все ведущие натуропаты, что нужно только создать для клеток, именно для клеток. Такие условия внешней среды и внутренней среды, при которых нарождающиеся в результате делений новые клетки не теряли бы молодых полноценных качеств своих сородичей. А теперь кратко только о питании. Кто предпочитал пресные бездрожжевые лепешки? Дрожжи вызывают брожение в кишечнике и подавляют необходимую микрофлору. Животные жиры заменил растительным маслом. Вместо молока употреблял кисломолочные продукты. Вареное мясо рыбу кушал в умеренном количестве. Овощей и каш побольше. Считал полезным выпивать от 7 до 8 стаканов жидкости для разжижения крови. Мясной бульон исключил. Употреблял настой шиповника. Соль и сахар употреблял в небольшом количестве, предпочитая мед. После прочтения книги доктора Зам Хау, Институт раздельного питания попробовал раздельно питаться. Вот что он говорит, академик. Результат был ошеломляющим. Откуда появились избыточные силы, бодрость, жизнерадостность, помолодевшее, цветущее лицо с румянцем. Но затем он скушал пирожок с мясом и у него было настолько сильно очистительная реакция, что его еле откачали в больнице. Лично мне кажется, что тут еще что-то замешано. То ли очищение совпало с моментом нарушения раздельного питания или другие факторы наложились на это. Но чтобы так сильно пострадать от нарушений, я в своей практике не встречал. Здесь что-то не то. Кушал Микулин очень мало и только когда сильно проголодался. Голодал один-два раза в год по 7 дней. С позиции ДОЖ он также ПИТА КАПХА. На голове нет волос ПИТА. Болезни с подъемом высокой температуры также признак ПИТА. Сам он крупный мужчина. Признак КАПХА. Не зная своей пропорции ДОЖ, он интуитивно подобрал для себя вышеперечисленные средства для уравновешивания ДОЖ. Так, умеренное питание, избегание жирного, употребление меда и кисломолочных продуктов приводило в уравновешенное состояние ДОЖУ КАПХА. Голодание помогло уравновешивать как КАПХА, так и ПИТА. Этому же способствовало употребление в течение дня с 7-8 стаканов жидкости. Если первые три примера были из жизни подвижника, врача и простого умного человека, то три последующих примера будут из других областей. Первая ракетка мира Иван Лендл восемь раз побеждал в турнирах Большого Шлема, трехкратный чемпион открытых первенств Франции и США, двукратный Австралии. В общей сложности выиграл 87 соревнований серии Гран-при. За свою карьеру в спорте заработал больше 15 миллионов долларов. Это Большой Теннис. Иван Лендл обладал феноменальной работоспособностью. Тренировался 6 раз в неделю по 4-5 часов каждый день. Чтобы быть способным к таким нагрузкам, помимо таланта и воли, нужно еще кое-что. И это кое-что индивидуальное питание. Вот выдержка из статьи такой рациональный Иван Лендл. Первую большую победу он одержал в 1984 году, выиграл марафонский матч и завоевал первое место на открытом чемпионате Франции. Огромные успехи его совершенно опустошили. В последующие 2,5 месяца Лендл чувствовал себя так плохо, что не мог тренироваться 15 минут подряд. В результате врачебного осмотра причиной слабости явилось жесткое питание. Поднялся уровень холестерина. Вот что он говорит. Еще родители меня ругали, что я все время питаюсь в Макдональдсах, пью много Кока-Колы и поглощаю прочие вредные продукты. И как любой молодой человек, я всегда отвечал, да что вы знаете, мне виднее. Только во время игр с большой нагрузкой я понял, что они были правы. С тех пор чемпион сидит на диете Робинса Хаса, резко ограничивающий потребление белков и придерживается жесткого тренировочного плана. Он выглядит атлетом, способным пробежать на Олимпийских играх дистанцию 1500 метров, сказал знаменитый Джон Ньюком. Правда у него осталось волчье выражение лица, но он стал стройнее и прекрасно двигается. С позиции Дош Иван Лендл представляет собой смешанный тип вата-пита. Тело стройное, движение быстрее, признаки вата. Вспомните страницу, где взята из Джудши характеристика людей-пита. Ум острый, тщеславный, по повадкам похожий на демонов, волчье выражение лица. Тщеславие наиболее характерные черты пита. Иван Лендл просто питанием уравновесил свои вата-пита, убрав продукты, выводящие их из равновесия. Белковые продукты в основном сильно влияют на Дошу Пита, приводя организм к перегреву из-за реакции специфического динамического действия пищи, что значительно снижает выносливость. Кумир мировой эстрады Майкл Джексон в детстве был толстячком. Затем он, по его же словам, выбросил продукты, приводящие к ожирению, и стал таким, каким мы его знаем, необычайно импульсивным, сочиняющим прекрасную ритмичную музыку. У него преобладают Доши вата-пита. Опять вспомним характеристики древних. Люди вата любят песни, пляски, музыку, веселье. На Пита указывает его необычное тщеславие. Остаться молодым на всю жизнь. Осветление кожи. В питании Майкл Джексон, вегетарианец, кушает фрукты, овощи, которые не дают возбуждаться Доши Капха. Это питание – одна из причин, позволившая ему так полно реализовать себя. И еще пример чрезвычайно сильной личности – Альберт Игнатенко. Высокий, стройный, волосы черные, волнистые. Движения великолепно рассчитаны и быстры. Ему принадлежит мировой рекорд по быстроте запоминания максимального количества информации. По соотношению Дош – это вата-капха. Быстрота запоминания сочетается с прочностью. Он для себя подобрал наилучший вариант балансирования Дош. Голодая раз в неделю 24 часа, усмиряет капха. Правая очистительная клизма перед голоданием с выполнением йоговского упражнения науле, усмиряет сухую Дошу вата. Лимонный сок в воде клизмы, наоборот, стимулирует на слабейшую Дошу пита. Применяет раздельное питание. Эту программу он нашел для себя 14 лет назад. Сейчас ему 46 лет, а выглядит лучше 16-летних. Румянец, сверкающие глаза, черные длинные, без единой седой волосинки волосы. Жизнерадостность и доброжелательность поражают окружающих. Глядя на него, я воочно убедился в могуществе естественных целительных сил, причем в высшем понимании этого слова. Из своих наблюдений я невольно сделал вывод, что люди с Дошами пита-капха способны накапливать и анализировать свой опыт. Именно они создают духовные и материальные ценности человека. Соотношение вата-пита делает людей способными к проявлению себя в бурной деятельности, например, в спорт-эстрадах. Этим людям нравится приковывать к себе внимание. Это для них естественно. Другие соотношения Дош дают и другое поведение, наклонности. Вышеописанные примеры наглядно показывают, как много значит правильное питание. Вы также можете уже более просто подойти к уравновешиванию своих Дош и реализовать себя в этой жизни наиболее полно. Уравновешенные Доши сами выведут вас по тому пути, для которого вы наиболее пригодны. Ибо вы восстанавливаете свою связь с единым полем, из которого проистекают все наши стремления, интуиции и которые в итоге само реализуются через нас. Когда этот процесс реализации ничем не искажается, человек чувствует себя в гармонии и радуется жизни. Приложение номер 2. Определение преобладающих Дош и их регулирование. Первое. Внешние данные. Вата. Ветер. Первое. Тонкокосный, худощавый человек. Второе. Кисть тонкая, на ощупь холодная и сухая. Третье. Движение быстрое, походка легкая, воздушная. Питта. Жалч. Первое. Среднее телосложение, волосы режеватые, тонкие или седина, облыс синие. Второе. Кисть средняя, на ощупь теплая, приятная. Третье. Движение уравновешенное, походка нормальная. Капха. Слизь. Первое. Ширококосный, склонный к полноте человек. Второе. Кисть широкая, на ощупь холодная и влажная. Третье. Движение плавное, замедленное, походка неторопливая. Второе. Физиология тела. Вата. Ветер. Первое. Процессы протекают быстро. Второе. Несмотря на нормальное питание, поправляется очень плохо. Проблемы с пищеварением. Третье. Сон быстрый, поверхностный. Питта. Жалч. Первое. Процессы в теле протекают импульсивно, то быстро, то медленно. Второе. Пищеварение хорошее, но если вовремя не поест, чувствует себя раздраженным. Третье. Сон нормальный, со сновидениями. Капха. Слизь. Первые процессы в теле протекают медленно. Второе. Несмотря на небольшое питание, поправляется, а вес теряется с трудом. Третье. Сон спокойный, более 8 часов. Третье. Психология и умственные способности. Вата. Ветер. Первое. Мне свойственны энтузиазм и живость. Второе. Быстро схватываю информацию и быстро ее забываю. Третье. Люди считают меня очень разговорчивым, так называемым заводилой. Питта. Желч. Первое. Стараюсь быть точным и организованным. Второе. Информацию запоминаю по-разному. Временами очень хорошо, а временами с трудом. Не лезет в голову. Третье. Могу легко раздражаться по пустякам. Капха. Слизь. Первое. Трудом поддаюсь на разнообразные начинания. Второе. Информацию усваиваю с трудом, но зато хорошо помню. Третье. Спокоен и нераздражителен. Трудно вывести из себя. Четвертое. Предпочитаемая пища, сезоны, годы и возможные заболевания. Вата. Ветер. Первое. Теплое, маслянистое. Поесть любит плотно. Второе. Плохо переносит холодное время года. Зимой кожа становится сухой. Третье. Суетливость, похудание, сухость кожи, запоры, артрит. Питта. Желч. Первое. Прохладно. Ест в меру. Второе. Плохо переносит жару. Летом быстро устает. Третье. Различные воспаления с повышением температуры, изжога, язвы в желудке, беспокойство и раздражительность. Капха, слизь. Первое. Теплое, сухое, нежирное, есть мало. Второе. Беспокоит дождливая погода, особенно влажный сезон. Третье. Ожирение, депрессия, чувство холода в теле, бледность кожи, насморк и мокроты. Оценка по пятибалльной системе. Ноль. Характеристика не для вас. Первое. Что-то такое у вас есть. Второе. Выражено слабо. Третье. Выражено среднее. Четвертое. Выражено хорошо. Пятое. Выражено в наибольшей степени. Проставьте баллы, которые, как вы считаете, вам соответствуют. Затем отдельно сложите баллы доши вата, пита и капха. И посмотрите, какая доша или доши по сумме преобладают. Если сумма одной доши будет на 10 баллов больше ближайшей, то у вас она преобладает. И вы относитесь к монодошному типу. Если суммы двух дош примерно равны, то вы относитесь к двудошному типу. Если все три примерно равны, то вы уравновешенный тип. Теперь, зная, что такое доши, какую роль они играют в вашем организме, где концентрируются и так далее, вы можете регулировать свое самочувствие. Регулирование дош с помощью питания. Исходя из предыдущего, теперь можно приступать к регулировке дош. Отрегулированные доши, в свою очередь, приведут в порядок физиологические функции, которые они контролируют. Диета и пища, рекомендованные при возбуждении доши вата или когда-то доша преобладает в организме. Общие замечания. Рекомендуется употреблять теплые, плотные, мягкие продукты и напитки, масляную пищу, преобладающие вкусы в пище, сладкие, соленые и кислые. Есть можно до сытости. Крупы. Рис, пшеница, проросшая пшеница, лен в зернах, молочные продукты, все виды, подслащивающие продукты, черная патока, мед, тростниковый сахар, натуральные сиропы, растительные масла, все фрукты, все сладкие фрукты, дыни, арбузы. Овощи. Подвергнуть слабой термической обработке, тушение, варка, то есть хорошо приготовить, свекла, морковь, спаржа, молодая картошка, огурцы, тушеный лук, одуванчик, латук, орехи, все виды, спецы, лук, чеснок, имбирь, корица, черный перец, кардамон, тмин, соль, гвоздика, зерна пшеницы. Пища животного происхождения. Гусь, утка, рыба, раки, конина, курятина, баранина, яйца, морские продукты. Супы. Суп из сухой муки, крапивный суп, суп из чеснока, мясной бульон, травы, солодка, мускатный орех, фирула, можжевельник, девесил высокий, сафора, бузина, малина, сосна, цветы шиповника, просверник. Дополнительная рекомендация для людей типа вата. Они чувствуют резкое снижение энергии во второй половине дня. Выпить травяной чай из вышеуказанных трав, особенно солодку. Диета и пища усиливающие дошу вата. Общее замечание. Легкая диета или голодание. Сухие продукты. Холодная пища. Преобладающие вкусы. Горькие, жгучие и вяжущие. Крупы. Ячмень, кукуруза, проса, гречиха, рожь, овес. Подслащивающие продукты. Все избегать. Молочные продукты. Все избегать. Растительные масла. Все избегать. Фрукты. Сухофрукты, яблоки, груши, гранаты, клюква, маслины. Овощи. Все овощи употребляют в сыром виде. Капуста, картофель, горох, латук, шпинат, петрушка, сельдерей и фасоль. Орехи. Все избегать. Спецы. Перец. Животные продукты. Говядина, свинина, кролик. Супы. Гороховый суп. Травы и другое. Шлемник. Барбарис. Перец бунге. Горячавка. Шалфей. Лютик. Кора дуба и желуди. Пивные дрожжи, мумие и мускус. Последние три особенно стимулируют дошу вата. Диета и пища рекомендуемые при возбуждении доши пита или когда эта доша преобладает в организме. Общие замечания. Прохладная, предпочтительно жидкая пища и напитки. Вкус предпочтителен сладкий, горький и вяжущий. Крупы. Пшеница, проросшая пшеница, овес, ячмень, белый рис. Молочные продукты. Молоко, сливочное масло, топленое масло. Подслащивающие продукты. Все кроме меда и черной патоки. Растительное масло. Свежее оливковое масло и подсолнечное. Фрукты. Сладкие фрукты. Размоченные сухофрукты и компот из них. Дыни, арбузы. Овощи. Тыква. Огурцы. Картофель. Капуста. Латук. Бобы. Петрушка. Корень и зелень. Специи. Кориандр. Корица. Кардамон. Фенхель. Черный перец, но в небольшом количестве. Чеснок. Укроп. Животная пища. Цыплята. Индюшка. Яичный белок. Травы и другое. Шлемник. Шалфей. Горячавка крупнолистная. Змееголовник. Термопсис. Цветы и плоды шиповника. Полынь веничная. Яблочный сток. Мятный чай. Холодная вода. Охлажденный кипяток. И особенно пивные дрожжи. Диета и пища. Усиливающую дошу пита. Общее замечание. Горячая сухая пища с преобладающим кислым, соленым и жгучим вкусами. Крупы. Кукуруза. Проса. Рожь. Темный рис. Молочные продукты. Кисломолочные продукты. Сыр. Кислые сливки. Подслащивающие продукты. Мед. Черная патока. Растительные масла. Миндальное. Сезамовое. Кукурузное. И прогорклое масло. Фрукты. Грейпфрут. Кислые апельсины. Айва. Облепиха. Лимоны. Кизильник. И остальные с кислым вкусом. Овощи. Острый перец. Редис. Томаты. Свекла. Лук. Помните, поджаренный лук обладает противоположными свойствами. Специи. Имбирь. Тмин. Гвоздика. Соль. Семя сельдерея и горчицы. Черный перец. Длинный перец. Орехи. Кишью. Арахис. Животная пища. Говядина. Яичный желток. Масло и красное мясо. Баранина. Рыба. Морские продукты. Супы. Крапивный суп. Суп из редьки. Травы и другое. Одуванчик. Просверник. Семена граната. Аир. Фирула. Прутняк. Кофе. Следует помнить, что тело от избытка пищи пита может приобрести кислотность. Диета и пища рекомендуемые при возбуждении Доши Капха или когда-то Доша преобладает в вашем организме. Общие замечания. Теплая, легкая пища и напитки. Вкус горький, жгучий и вяжущий. Стараться не доедать. Крупы. Ячмень. Кукуруза. Проса. Гречиха. Рожь. Овес. Молочные продукты. Молоко малой жирности. Свежее масло. Сыворотка сыра. Подслащивающие продукты. Мед. Растительное масло. Прогорклое масло. Фрукты. Яблоки. Груши. Гранаты. Клюква. Виноград. Хурма. Айва. Облепиха. Овощи. Редис. Картофель. Морковка. Капуста. Лук. Баклажаны. Зеленые овощи. Латук. Тыква. Сельдерей. Шпинат. Петрушка. Бобы. Горох. Специи. Все специи, кроме соли. Животная пища. Цыплята. Баранина. Яйца. Колбаса. Травы и другое. Солодка. Полынь. Сосна. Девесил кислый. Семена граната. Квастцы. Нашатыр. Диета и пища. Усиливающие дошу капха. Общие замечания. Обильная маслянистая пища. Холодные продукты и напитки. Преобладающий вкус пищи сладкий, соленый и кислый. Крупы. Рис, пшеница, овес, лен. Лен семена. Молочные продукты. Молоко. Сыр. Кисломолочные продукты. Пахта. Сливки. Сметана. И сливочное масло. Подслащивающие продукты. Все, кроме меда. Растительные масла. Все. А также костный мозг и жир. Фрукты. Сладкие фрукты. Арбузы, дыни и так далее. Овощи. Помидоры, огурцы. Сладкий картофель. Редька. Репа. И все остальные широколистные овощи. Орехи. Все. Петцы. Соль. Животная пища. Говядина. Свинина. Колбаса. Гуси. Утки. Рыба. Раки. Курятина. Супы. Бульон мясной. Гороховый суп. Крапивный суп. Следует помнить, что перестимуляция капха приводит к появлению в теле слизи, особенно в верхней части тела, в легких и носоглотке. Теперь, определив по опроснику, к какому типу вы относитесь – монодошному, двудошному или смешанному, вы подбираете себе соответствующую диету и продукты. Если преобладает капха, то берете первый вариант, а пищу из второго варианта включаете лишь эпизодически. То же самое для вата и пита. Берете первый вариант, а второй используете эпизодически. Если у вас уравновешенный тип, то в равной мере используйте все, что касается вата, пита и капха. Но на практике, как монодошные, так и уравновешенные типы встречаются крайне редко, преобладают смешанные. На моем примере разберем такой случай. Согласно опроснику, баллы у меня распределились следующим образом. Первое. Внешние данные. Первый вопрос 5. Второй вопрос 5. Третий вопрос 4. Это ау вата. Далее идет пита. Первый вопрос 4. Второй 0. Третий 2. И дальше идет капха. Первый вопрос 0. Второй 0. Третий 0. То есть я не склонен там набирать вес. Второе. Физиология тела. Вата. Вопрос первый 3. Второй 4. Третий 2. Пита. Вопрос первый 4. Второй 4. Третий 4. Капха. Вопрос первый 2. Второй 0. Вопрос 3. 2. Третье. Психологические и умственные способности. Значит, Вата. Первый вопрос 4. Второй 3. Третий 4. Пита. Первый 4. Второй 4. Третий 4. Капха. Первый 2. Второй 2. Третий 2. Четвертое. Предпочитаемая пища, сезоны, годы, перенесенные заболевания. Вата. Первый вопрос 5. Второй 4. Третий 3. Пита. Первый 3. Второй 2. 3 3 и капха 1 вопрос 2 2 1 3 3 и того у меня вата 45 баллов пита 38 капха 16 если все это выразить процентах сложить получится примерно 100 то у меня получается что в ежедневном меню я должен употреблять 45 процентов продуктов успокаивающих диеты вата 38 процентов пита и 16 процентов капха если это выразить во вкусах вторичных то получается 45 процентов сладкого 38 процентов сложный вкус от первичных сладкого горького и вяжущего во вторичном это будет 19 процентов сладкого и 19 кислого и 16 процентов горького и того 64 процента сладкого 19 процентов кислого и 16 процентов горького конечно будут кое-какие нюансы но исходя из признаков возбуждения дождь вы можете их легко отрегулировать и добиться нужного баланса в отношении теплоты или холодности пищи процент складывается следующим образом 45 процентов плюс 16 процентов это 61 процент должна быть теплая еда ведь доши вата и капха холодны и могут легко возбуждаться от холодной пищи а 38 процентов прохладно для уравновешивания доши пита примерно также можно подобрать пищу и по другим показателям сколько круп жидкости и салатов регулировку необходимо начинать с преобладающей доши или доши вата так как она главная для всех а затем подрегулировать остальные если у вас ничего не получается с регулировкой то старайтесь чтобы в течение дня вы принимали из пищи все шесть вкусов и недели через три-четыре начнет выравниваться критерием того что вы попали необходимым питанием и вкусом в дошу будет исчезновение симптомов возбуждения этой доши и хорошее самочувствие приподнятое настроение после еды если не попали то тянет в сон чувствуется неудовлетворение дискомфорт а также симптомы возбужденной доши не уменьшаются для более точного попадания в дошу старайтесь в одном приеме употреблять совместимые продукты по качествам теплоте маслянистости и так далее и по их вторичным вкусом а также не забывать европейские рекомендации о приеме жидкости фруктов и так далее только в этом случае вы станете творцами своего здоровья пропорцию дош можно менять в небольших пределах и добиться более благоприятного для вас сочетания например типичному капха можно стать стройнее и подвижнее употребляя пищу вата и пита худому и тонкокосному наоборот питанием капха и пита а также выполнением ряда других рекомендаций измениться в сторону капха приложение номер три ошибки при переходе и практике натурального питания человек способен на великие дела вот почему следует желать чтобы он видоизменил человеческую природу и превратил ее дисгармонию в гармонии илья мечников случай номер один женщина у которой были нелады со здоровьем прочитав книгу шелтона перешла на сыроедческий рацион пропитавшись так и не получив желаемого результата решила вернуться на обычное питание но умерла от истощения весь период перехода и попытки вернуться к обычной пище и смерти от истощения занял около трех месяцев в чем причина во первых овощной рацион оказался для нее непривычен помните из жучи непривычная пища тоже яд по современным понятиям ферментативные системы пищеварительного тракта должны были перестроиться на переваривание новой качественно отличной от предыдущей пищи естественно этот процесс требует определенного времени поэтому вначале пища просто не переваривалась и не усваивалась во вторых у нее не была прочищена печень поэтому даже то что усваивалась не проходила через печень а шло в обход пища не прошедшая обработку печени чужеродна для нашего организма при грязной печени всегда имеется скрытая портальная гипертония которая способствует застою крови в желудке селезенке поджелудочной железе тонком кишечнике что является тормозом для синтеза новых пищеварительных соков в третьих микрофлора кишечника также должна перестроиться к новому виду питания что также требует времени четвертых не получив желаемого она попробовала вернуться к привычной пище но за это время ферментативные системы произвели некую перестройку к новому виду пищи а от старой отошли в итоге надо было уже привыкать к старой пище опять приспосабливаться пока шло это приспособление к новой и обратно к старой пище организм настолько истощился что не вынес этого эксперимента что надо было предпринять сначала прочистить толстый кишечник и печень и начать постепенный переход к новому питанию исключая сначала наиболее вредные продукты допустим мясо жиры белый хлеб печенье и так далее этот переход обычно происходит за один-два года то есть спешить не надо и вы наконец-то почувствуете что ваш желудочно кишечный тракт переваривает сырую растительную пищу а не выбрасывать ее из себя в измельченном виде через задний проход случай 2 молодая женщина перенервничал перестала принимать пищу как только она пробовала проглатывать пережеванную пищу у нее возникал спазм пищевода никакое лечение не помогало продолжение нескольких месяцев она питалась жидкостями маслом и сырыми яйцами это однобокое питание привело ее к сильному истощению выглядела как облезшая кошка после серии промывания толстого кишечника и перехода на свежерастительный рацион большим включением сырых овощных соков в основном морковного до 1 литра тщательно переживая стала быстро поправляться и уже через два месяца летала удивляясь резкой перемене кишечник прежде работавший раз 3-6 дней стал работать нормально это так на нее подействовало что она решила полностью перейти на сыроедение и питание соками однако месяца через три она стала замечать что уже нет той легкости как раньше далее перестал регулярно работать кишечник тело стало каким-то тяжелым водянистым она начала пользоваться послабляющими средствами естественного происхождения стала срываться в питании нападал жжок примерно через полтора года у нее стали портиться зубы рассасывается эмаль тело стало пухлым и водянистым работоспособность резко понизилась стала уставать психика стала неустойчивой плаксивой даже несколько чисток печени проведенных впоследствии ничего не дали чем причина это наиболее типичный пример несоблюдение принципов инь-янь вначале она была очень ян худая раздражительная после проведения чисток изменения питания которая стала активно ощелачивать сильно закисленный организм она привела его в норму состояние равновесия между инь-янь называется ден именно отсюда у нее появились силы энергия здоровья продолжая усиленно питаться свежей растительной пищей особенно кислыми фруктами она перевела свой организм в виндскую сторону мы уже знаем что большинство фруктов и овощей особенно с кислым вкусом является инь в итоге у нее стали подавляться янские функции организма на что указывают следующие признаки запоры водянистость тела рассасывание зубной эмали быстрая утомляемость тоскливое состояние ума организм спонтанно стал требовать янских продуктов поэтому у нее появился жор на эти продукты чтобы устранить подобные явления ей надо было уравновесить продукты инь и янь что она в конце концов и стала делать случай 3 большинство людей после очищения толстого кишечника и печени а также раздельного питания чувствует себя хорошо избавляется от своих недугов но по утрам или в течение дня они постоянно откашливаются сморкаются и так далее в чем причина причина в том что они не соблюдают правила сбалансированности продуктов а именно для получения тысячи килокалорий из 250 грамм белка или углеводов должно израсходоваться значительное количество биологически активных веществ витамина b1 0 6 миллиграмм b2 0 7 b 3 6 и 6 c 25 и так далее как правило в обычных растительных продуктах питания капуста морковь фрукты и так далее содержится не такое уж большое количество витаминов группы b а и d микрофлора кишечника также ограничено производстве необходимых витаминов тем более что некоторые думают что если они не кушают мясо яиц молочного то они вегетарианцы им можно кушать каши хлеб масло и и так далее досыта увы получается такая картина мы усваиваем ровно столько пищи насколько в ней хватает витаминов и ферментов остальная часть оседает на стенках толстых кишок в виде накипи на которой продолжает размножаться патогенная микрофлора а другая часть всасывается кровяное русло и оседает по всему организму переполняя его и выбрасывается в виде слизи через дыхательные пути частое газообразование после еды указывает на этот недостаток вот в этом и заключается феномен постоянного отхаркивания и шмыгания носом как с этим бороться народная мудрость давно использовала с этой целью пищевые добавки которые в изобилии содержат и минеральные вещества и витамины и многое другое наиболее приемлемо из таких пищевых добавок пивные дрожжи необычайно богатые витаминами выпивая утром натощак от 100 до 200 граммов пивных дрожжей мы заранее снабжаем свой организм всем необходимым затем после появления чувства голода начинается обычная еда салаты каши и так далее которые усваиваются значительно лучше случай 4 выше описанный эффект недостатка натуральных витаминов и минеральных веществ часто приводит к жору организм через чувство голода сигнализирует о нехватке определенных веществ человек кушает свой стандартный рацион салат из капусты с несколькими видами приправ зелени два-три вида круп и не получает необходимого организм опять ему сигнализирует что в крови не хватает определенных веществ чувством голода человек опять кушает и так без конца или же почувствовал что это то что надо то есть продукт стимулирует слабейшую дошу он переедает как правило после такого жора он чувствует себя плохо ругает себя за несдержанность голодает сутки или более затем опять идет стандартный набор продуктов и свежей натуральной пищи опять неудовлетворение жор и так далее уясните себе такую вещь когда вы будете снабжать себя всем необходимым чувство жора у вас не будет а для этого шире используйте добавки и свежевыжатые овощные соки случай номер пять некоторые люди считают что они нормально перешли на натуральное питание употребляя при этом 24 раза в неделю дрожжевой хлеб через несколько лет такого рациона они с удивлением узнают что у них развилась анемия как откуда ведь они правильно питались оказывается пекарские дрожжи угнетают синтез микрофлоры кишечника витамина b12 а со свежими овощами он не поступает вот так скрыто подспудно развивается анемия устранению помогает полный отказ от изделий содержащих пекарские дрожжи особенно их современный вариант или же включение продуктов содержащих витамин b12 в свой рацион с правильным потреблением случай номер шесть женщина нормально перешла на сыроедческий рацион почувствовала огромное улучшение и чувствовала себя прекрасно так продолжалось около десяти лет организм за это время очистился перестроился и стал намного чувствительнее чем раньше временами после общения с людьми при смене сезона года она чувствовала себя плохо она объясняла это своей повышенной чувствительностью и чтобы притупить ее изредка потребляла мясные и другие продукты это ее уравновешивала и все было нормально как правильно объяснить этот феномен все дело в дошах они выходят из равновесия при эмоциональном возбуждении и меняют свою активность во время смены сезонов года поэтому она инстинктивно подобрала для себя продукты которые уравновешивают возбуждающие доши это рекомендация относится к продвинутым людям на пути питания помните о дошах и вовремя регулируйте их на этот феномен указывал поль брех говоря что сам он изредка употребляет мясо когда организм требует этого он так развил свою чувствительность что знает чем уравновесить себя конкретной ситуации на это же обращает внимание и наш сыроед александр чупрун автор доклада учитесь есть только этим уравновешивающим продуктом для него является цветочная пыльца и овощные соки которые к тому же прекрасно пополняют микроэлементный состав организма случай номер 7 мужчина средних лет решил перейти на натуральное питание он очистился и начал потихоньку переходить на увеличение пропорции сырой пищи через некоторое время у него стали выходить через нос и легкие мокроты он не чувствовал себя больным но мокроты выходили несколько дней это ему надоело и он вернулся к прежней пище выделение мокрот прекратилось затем он вновь вернулся к сыроедческому питанию но вновь повторилось выделение мокрот вернувшись к прежнему питанию он больше решил не пробовать в чем причина да в том что наш организм сильно забит слизью особенно соединительная ткань сырая растительная пища оздоравливая внутреннюю среду организма усиленно выводит из нее шлаки из мест их складирования все это добро поступает в кровь а оттуда водится через легкие нос в виде слизи и мутной мочи если в этот период потреблять опять вареную пищу то она обрывает этот процесс и сопли исчезают организм опять переходит на программу рассовывания неудобоваримого чтобы очистить кровь такое выделение мокрот может продолжаться до года и более естественно не так сильно как в начале знаете это целительный процесс вы очищаетесь в некоторых случаях бывает настолько мощный выброс шлаков что появляется сильнейшие очистительные реакции повышение температуры понос рвота сыпь на коже выход хронических болезней из организма также проявляется в виде целительных кризисов обострения этих болезней с последующим их исчезновением отсюда очень важно знать что с вами происходит и не бояться этого а приветствовать и ни в коем случае не бросать выбранный режим а разумно помогать своему организму поголодать или слегка ослабить рацион здесь происходит очень интересный процесс в зависимости от вашего здоровья и болезней организм набирается на правильном питании дополнительных сил концентрирует шлаки вредные вещества и принятые в прошлом лекарства в каком-нибудь месте а затем в виде мощной очистительной реакции выбрасывает их вон этот процесс растягивается на годы вспомнить полюбрегу понадобилось пять лет следования строгому режиму питания и голодания чтобы ртуть входящего состав лекарства коломель который он принимал в детстве была собрана со всего организма и сконцентрирована в толстой кишке а затем в момент кризиса выброшена вон у меня самого лекарства глазолин выходила из гайморовых пазух через шесть лет после следования натуральной диете сопли были жидкими как вода и имели запах глазолина это продолжалось у меня два раза первый раз кризис очистки длился около четырех дней а второй месяца через три около трех дней на очистительные кризисы указывали многие ведущие натуропаты поль брех герберт шелтон сурен аракелян жорж асава используйте их как вехи на пути оздоровления в дополнение к этому положению опишем симптомы указывающие на процесс оздоровления свекольный сок служит своеобразным индикатором который показывает насколько здоров ваш желудочно-кишечный тракт если после приема двух столовых ложек свекольного сока свежевыжатого у вас через некоторое время моча становится окрашены свекольный цвет то это означает что у вас желудочно-кишечный тракт находится в плохом состоянии он откровенно слаб если не окрашивается то все в норме теперь рассмотрим что же нарушено какие барьеры не функционируют вашем организме если моча окрашивается в свекольный цвет из полости желудочно-кишечного тракта свекольный сок всасывается кровяное русло оттуда попадает печень далее через печень или мимо нее кровь разносится по всему организму и так печень работает плохо если в крови полно окрашенных частиц далее кровь проходит через почки которые работают как фильтры оставляя все нужное в крови а не нужное выводя из организма наружу поэтому и функция почек также хромает и так свекольный сок наглядным образом показывает здоровье главных органов желудочно-кишечный тракта печени и почек изредка применяя свекольный сок можно контролировать ход оздоровления выше указанных органов в начале моча будет окрашиваться очень сильно но затем по мере оздоровления организма усиленного применения соковой терапии правильно употребление продуктов окраска будет слабеть а затем примерно месяца через 6-9 исчезнет совсем помимо свекольного сока существует еще целый ряд указаний на то что вы находитесь на правильном пути вот некоторые из них первое освобождаясь от бремени токсиновых шлаков человек начинает чувствовать себя удивительно легко он перестает ощущать свое тело как это было с ним в далеком детстве второе возрастает умственная и физическая работоспособность голова становится свежей и ясной перестаете уставать меньше времени уходит на сон улучшается гибкость слух и зрение обоняние особенно обоняние лучше заживают раны без всяких нагноений организм становится устойчивым к различным заболеваниям особенно к простудам третье глаза становятся чистыми искристыми четвертое язык очищается от различных налетов становится розовым пятая кожа становится чище меньше угрей прыщей исчезает неприятный запах от кожи становится вообще очень мало выделений из бронхов и носа шестое следует отметить еще один этап очищения когда организм войдет в силу примерно через год-два из ушей начинают выделяться серные пробки вдруг не неожиданно за два-три-четыре месяца из ушей выходит много серы седьмое возможен и такой вид очищения полупается кожа на пятках или на подъемах ног а скорее всего на двух местах сразу это тоже будет продолжаться довольно долго от двух до шести месяцев отметим что при вольном режиме питания когда соблюдаете когда не очень все эти симптомы как появление так и продолжение сдвигаются в сторону увеличения и носят затяжной характер восьмое также начинают лучше расти волосы на голове ногти на руках и ногах тому же вид их становится гораздо лучше они выглядят здоровее приложение номер четыре питание и продолжительность жизни разумный гонится не за тем что приятно а затем что избавляет от неприятностей аристотель очень многих волнует вопрос а можем ли мы с помощью питания влиять на продолжительность жизни практика дает положительный ответ но все по порядку для начала приведем пример из жизни пчел пчел пчелиная матка живет около шести лет а рабочие пчелы всего 30 35 дней то есть продолжительность жизни пчелиной матки примерно в 65 раз больше основная причина кроется в питании пчелину матку кормят маточкиным молочком а рабочие пчелы его получают только в начале своей жизни а затем питается нектаром цветов и медом пример впечатляет в библии описан патриарх мафусаил который дожил до 900 лет то есть жил в 12 13 раз дольше чем обычный человек питался мафусаил натуральными продуктами диким медом и акридами акриды это сушеные кузнечики а теперь более близкие для нас примеры из брошюры григория захаровича пиццхелаури лет до 100 расти узнаем как питается долгожители кавказа и так вот что он пишет в их питании имеется ряд отличительных черт зависимости от того где они живут прибрежной равнинной или горных частях его долгожители спонтанно пришли к правилу питаться продуктами из того района где живут как мы знаем это способствует максимальному приспособлению человека к этому месту на него оказывается гораздо меньшее разрушительное влияние ведь он частица этого района поэтому у них остается избыток энергии идущий на укрепление организма все долгожители кушают умеренно большинство стройны следующий важный момент продукты подвергаются кулинарной обработке в свежем виде без предварительного хранения в холодильнике горячие блюда потребляются сразу же после приготовления что исключает чрезмерную потерю витаминов особенностью питания следует считать потребление натуральных продуктов со своего огорода или приусадебного участка на лицо использование пищи богатой отжасом то есть биоплазмы который теряется при хранении помните свечение листка питание отсутствует первое блюдо богаты экстрактивными веществами и это понятно бульон трупная вытяжка которая нас отравляет процесс отравления воспринимается нами как стимуляция мясо потребляется в основном отварное вместо пшеничного хлеба употребляет мчади кукурузные лепешки и гоми мамалыга нам уже известно что пшеничный хлеб образует клейковину которая портит наш пористый реактор гликокаликс овсяная кукурузная и просеная мука это не делают еще один плюс потребляется кисломолочные продукты которые стимулируют дошу пита то есть постоянно поддерживают огонь пищеварения стул долгожителей богат сырыми овощами в виде салатов свежей зелени крест салат кориандр эстрагон укроп этим они поддерживают нормальную микрофлору кишечника это очень важно еще рекомендую принимать тмин не разжевывая примерно по пол чайной ложечки утром натощак и водичкой запели отлично регулируют работу нашего кишечника помимо натуральных сортов овощей блюда готовят из дикорастущих растений богатых также витаминами и минеральными солями эти растительные вкусно приготовленные блюда обладают хорошей ферментативной активностью что способствует повышению функциональных способностей пищеварительной системы в старости а это уже грамотное применение индуцированной аутолиза для обеспечения пищеварения вообще подчеркивается долгожители карабаха потребляет в сыром и квашеном виде более 200 видов съедобных растений вот у кого надо учиться ведь чем больше минеральных элементов потребляется свежих живых тем лучше для организма тем стабильнее здоровье долгожители едят мало сахара но зато натуральный мед и виноград по словам долгожители натуральный мед и виноград очень полезны для пищеварения продукты питания этим они поддерживают душу пита ответственность за пищеварение и соблюдают рекомендации цельности продуктов ничего не тратить из резерва своего организма на усвоение и выведение продукта интересно и национальная привычка употреблять острые приправы ведь в нашей жизни нам хронически для стимуляции доши вата не хватает горького вкуса вторичного вкуса после переваривания мы перенасыщаем себя продуктами дающими сладкий вторичный вкус хлеб крупы мясо отсюда перевозбуждаем душу капха отхаркиваемся постоянно и страдаем запорами воду используют чистую родниковую избегают принимать жирную пищу считая что она плохо переваривается и ускоряет процесс старения кушают обычно три четыре раза в день не наедаясь до пресыщения соблюдает принцип митохара то есть умеренность в виде в рационе питания карабахских долгожителей особое место занимают ягоды тутовника из них варят сироп который пьют с чаем этот напиток считается полезным при упадке сил то есть состояние очень им оказывается все просто тютина янский продукт и они им себя ионизируют то есть активируют вместо чая используют для заварки шиповник цветы липы бояришник и мяты и опять подчеркну характерно что они то есть долгожители любят фрукты и ягоды президент японской ассоциации натуральной медицины профессор морисита считает что питание старых японцев имеет много общего с питанием долгожителей кавказа престарелые японцы отдают предпочтение овощам в рацион их питания входят съедобные дикие травы морские водоросли рыба натуральный мед различные приправы и так далее обратимся теперь книги гаврилова может ли человек жить дольше выяснилось что наиболее эффективно ограничение потребления калорий то есть энергии при соблюдении в то же время диеты сбалансированы по витаминам и минеральным веществам ограничение калорийности диеты на 50 и 25 процентов приводит к увеличению продолжительности жизни соответственно почти двое и на 32 процента эти данные были получены в экспериментах на животных а нам из жизни кавказских долгожителей уже известно что они питаются именно так малая калорийность пищи но высокая биологическая активность вот теперь практика и теория взаимно подтвердили друг друга в этой книге описано питание абхазских долгожителей сравним его с карабахскими долгожителями обжорство неумеренность в еде и выпивке всегда порицались у этого народа рафинированный сахар употребляют почти в два раза меньше чем это обычно рекомендуется конфеты и варенье они едят только один-два раза в неделю вообще до 20-х годов нашего века абхазы потребляли мед не зная о связи потребления жиров со смертностью от рака молочной железы толстого кишечника и кроветворной системы абхазы просто не любят слишком жирных блюд употребляют очень мало соли и почти не потребляют ее в чистом виде отсюда их пища отнюдь не становится от этого пресной и невкусной поскольку все плод до свежей дыни они едят саджикой острой и ароматной пастообразной приправой которая на четверть состоит из красного перца а также из сушеных и зеленых пряностей чеснока и небольшого количества соли кстати говоря красный перец приводит к снижению содержания общих и нейтральных липидов а также холестерина в печени что может иметь важное значение при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний если подойти к этому с позиции дож то окажется что острый вкус ионизирует наш организм и не дает возбуждаться доши капха но поддерживает дошу пита то есть огонь пищеварения которая сжигает слизь что же они кушают главным повседневным блюдом абхазам является каша мамалыга приготовляемая в настоящее время из кукурузной муки а в прошлом ее готовили из спроса поэтому я заостряю ваше внимание ешьте лучше кашу из спроса то есть они используют продукты лишенные клейковины кроме того из кукурузной муки делают пресные лепешки или чуреки заменяющие абхазам хлеб особенно сытным и питательным является чурек подслащенный медом либо начиненный сыром или грецкими орехами высоко потребление углеводов за счет растительных продуктов а следовательно и высокое содержание в пище клетчатки и пектиновых веществ важно особенность питания долгожителей некоторые читатели могут возразить но ведь родина шашлыка кавказ абхазы употребляют исключительно свежее мясо и при том с зеленью то есть в наилучшем сочетании для его усвоения недоеденная пища идет на корм скоту и никому не придет в голову подогреть гостю не только вчерашний ужин но и просто остывшую еду интереснейшие данные приводят николай агаджанян и алексей катку книги резервы нашего организма о долгожителях живущих в долине хунза 32 тысяч на население этого рая не знает болезней средняя продолжительность жизни хунза 120 лет хунза вегетарианцы летом они питаются сырыми фруктами и овощами то есть по сезону зимой высушенными на солнце абрикосами и пророщенным зерном овечьей брынзой суточная калорийность хунзы составляет среднем 1933 килокалорий и включает себя 50 граммов белка 36 граммов жира и 365 углеводов шотландский врач маккаррисон жил в непосредственной близости от долины хунза в течение 14 лет он пришел к выводу что именно диета является основным фактором долголетия этого народа если человек питается неправильно то от болезни его не спасет и горный климат поэтому неудивительно что соседи хунза живущие в тех же климатических условиях страдают самыми различными заболеваниями их продолжительность жизни в два раза короче маккаррисон вернувшись в англию поставил интересный эксперимент на большом количестве животных одни из них питались обычной пищи лондонской рабочей семьи белый хлеб сельдь сахар рафинат консервированные и вареные овощи в итоге в этой группе стали появляться самые разнообразные человеческие болезни другие же животные находились на диете хунза и на протяжении всего опыта оставались абсолютно здоровыми любопытно что хунза в отличие от соседних народностей внешне очень похожи на европейцев по мнению историков основатели первых общин хунза были купцы и воины из армии александра македонского осевшие здесь во время похода по горным долинам реки инд видите и европейцы могут жить долго если будут правильно есть биологически ценное питание сырые фрукты и овощи а зимой проросшие зерна высушенные абрикосы позволяет всем жить значительно дольше у жителей хунза есть такая поговорка женщина хунза никогда не пойдет за своим милым туда где не растут абрикосы по-своему уникальная статья архипова супер долголетие может дело все-таки в рационе журнал химия жизнь который автор приходит к выводу о главенствующей роли феномене супер долгожительства питания посмотрите на таблицу содержащую сведения о долгожителях рекордсменов скотоводческое население этих краев в недалеком прошлом питалась преимуществом молочными и растительными продуктами более того чабаны ведущие полу кочевой образ жизни готовили их не так как обычные крестьяне например в крестьянском доме обычно кипятили молоко независимо от того что из него потом будут готовить а пастухи обходились без огня автор подчеркивает глубокие старики рассказывали ему что основу их пищи составляли продукты приготовленные самым примитивным образом таблица имя возраст места жительства профессия и так ширали меслимов 168 лет лириканский район азербайджанской сср чабан махмуд эйвазов 148 лет лириканский район азербайджанской сср чабан меджид агаев 140 лет лириканский район азербайджанской сср чабан ширин гасаев 150 джербраилский район азербайджанской сср чабан чарли смит 131 год сша погонщик скота если принять что главный фактор продлевающий жизнь людям это употребление в пищу мало обработанных продуктов то одну из особенностей приведенной здесь таблицы однородный мужской состав долгожителей можно было бы объяснить примерно так обычно женщина не следовала за мужем в горы она оставалась дома у очага и естественно пользовалась более цивилизованными методами приготовления пищи что вероятно и сокращала ее век недаром говорил древнегреческий философ поседоний радостки каждый человеческий организм сам должен вершить кулинарию отличные слова вспомним индуцированный аутолиз открытый академиком уголевым 50 процентов энергии на пищеварение экономится если пища натуральная и не обработанная переваривается за счет своих же ферментов не думается что именно этот фактор в значительной мере способствует такому увеличению жизни теперь знакомимся с интересной заметкой рецепт долгожительства группа китайских ученых несколько лет исследовала проблему долгожительства геронтологи углубленно и всесторонние изучали жизнь 37 тысяч соплеменников мужчин и женщин в возрасте свыше 100 лет изучали их пищу собранный богатый материал позволил ученым сделать определенные выводы и сформулировать рекомендации пища должна быть предельно не калорийной содержать как можно меньше жиров и животных белков и как можно больше овощей фруктов и блюд с большим содержанием железо железо подчеркиваю со многим нельзя согласиться но когда говорит статистика по неволе задумаешься а действительно правильно ли я ем посмотрим какие продукты употреблял каждый долгожитель первое жительница сербии 119-летняя эмма бегович всю жизнь в основном питалась продуктами из козьего молока второе шринга санов 150 лет съедобные травы и ягоды плоды диких деревьев и кустарников зерно мед собственную простоквашу творог масло и сыр третье шрили меслимов 168 лет сыр фрукты овощи хлеб из муки грубого помола мед из напитков молоко и родниковая вода последние годы чай из цветов различных растений четвертое миджит агайл 140 лет помимо всего прочего кушал шашлыки из баранины в полусыром виде пятое бан селин муали житель султаната аман 150 лет кушает часто но малыми порциями предпочитает дичь мед и хлеб шестой саула деса португалец 105 лет питание себя особо не ограничивал обожал лимоны целебный сок этих плодов по его словам является эликсиром долголетия следует заметить что лимоны имеют другой вкус у нас они недозрелые поэтому кислые седьмое гюли рзаева азербайджан 124 года пьет фирменный напиток бодрости приготовленный из горных трав по старинным рецептам восьмое саид абдул мабуд из долины хунза 160 лет рацион жителей хунза девято зора ага турок 156 лет употреблял черствый и черный хлеб постное мясо зрелые оливки финики и много фруктов и овощей кроме воды ничего не пил и еще чай из мяты он не употреблял сливочного масла и никогда не ел больше двух яиц за неделю 10 ли чунг юн житель тибета 252 года собирал в горах лекарственные травы меню каждого долгожителя ясно говорит что употреблялись цельные продукты и в основном фрукты и овощи кроме этого каждый долгожитель предпочитает излюбленные продукты например эмма бегович козье молоко меджит агаев шашлык из баранины полусырой бен сали мали дичь мед и хлеб паула деса лимоны гюли рзаева собственный фирменный напиток это указывает на то что с помощью этих излюбленных продуктов они удачно уравновешивают доши помимо этого они используют особо пищевые добавки которые позволяют пополнять микроэлементы состав тела и опять-таки уравновешивать доши именно эти люди сами не зная этого являются идеальными последователями натурального питания соблюдая все механизмы усвоения пищи и ньянь и уравновешивают доши приложение номер 5 пищевые добавки и способы приготовления пищи ознакомившись с питанием супер долгожителей мы пришли к выводу что огромное значение в нашем питании играет два фактора выбор здоровой пищи удовлетворяющий запросам конкретного организма то есть учитывание и ньянь и уравновешивание жизненных принципов доши и способы кулинарной обработки максимально щадящие все живые элементы первое диетические блюда бирхер беннера первое яблочное кушание берем 1-3 размельченных яблока одну-две столовые ложки размягченных хлопьев овса сок половины лимона одна столовая ложка сгущенного молока пчелиного меда или фруктового желе что-то одно из трех смешать и есть в сыром виде второе кушание из яблок и моркови 1-3 измельченных яблока 1-2 столовые ложки размягченных хлопьев овса 1-2 столовые ложки тертой моркови сок половины лимона можно заменить натуральным яблочным уксусом это примечание мое 1 столовая ложка сгущенного молока а лучше меда 1-2 столовые ложки тертого миндаля смешать и есть в сыром виде вместо яблок можно использовать чернослив третье кушание из чернослива 200-300 граммов размягченного и освобожденного от косточек чернослива 1-2 столовые ложки размягченных овсяных хлопьев сок пол лимона 1 столовая ложка сгущенного молока перемешать и есть в сыром виде четвертое кушание из ягод 200-300 грамм раздавленных ягод черника малина ежевика земляника 1-2 столовые ложки размягченных овсяных хлопьев сок пол лимона 1 столовая ложка сгущенного молока перемешать и есть в сыром виде смесь должна быть приготовлена незадолго до приема пищи при приготовлении нужно предварительно тщательно мешая соединить размягченные злаки со сгущенным молоком и лимонным соком а затем уже добавлять туда яблоки и все вместе перемешивать второе пивные дрожжи дрожжи микроскопически одноклетные бесхлорофильные растительные организмы принадлежащие классу грибов ферменты содержащиеся в дрожжах ускоряют сбраживание или окисление различного рода органических соединений преимущественно углеводов клетках дрожжей накапливаются различные запасные вещества полисахарид гликоген фосфорное соединение валютин комплекс рибонакулиновой кислоты и полифосфатов жиры и липоиды эргостерин провитамин витамина d большинство дрожжей особенно хорошо размножается в кислых средах ph от 5 4 до 5 8 при температуре 25 28 градусов цельсия источником азотистого питания дрожжей служат аммонийные соли в некоторых случаях нитраты аминокислоты пептоны белок дрожжей содержит все важнейшие аминокислоты клетки дрожжей синтезируют в значительных количествах нуклеиновые кислоты пуриновые и перимединовые основания а также богаты витаминами поэтому дрожжи могут применяться как ценный питательный продукт дополнительный источник высокоценного белка витаминов группы b и d минеральных веществ дрожжи является важнейшим источником витамина d содержание его в дрожжах достигает от 0 6 до 2 процентов сухого остатка поэтому дрожжи широко используют витаминной промышленности для производства препарата витамина d в состав жира дрожжей входит пальмитиновая 75 процентов и стериновая 25 процентов кислоты для усиления белкового и витаминного питания рекомендуется следующее количество дрожжей в сутки сухие до 25 грамм прессованные до 100 грамм дрожжевая паста до 50 грамм питьевые до полулитра питьевые дрожжи великую отечественную войну готовились из пшеничной или ржаной муки 16 килограмм муки на 100 килограмм питьевых дрожжей это напиток приятного вкуса и запаха содержание сухих веществ питьевых дрожжах 13-15 процентов кислотность от 6 до 8 градусов вкус должен быть свежий специфический дрожжевой с небольшой горечью которая стимулирует вата дошу но не кислый цвет дрожжей желтовато-серый приготовление дрожжевого напитка продукты на одну порцию вода 300 грамм хлеб черный 15 грамм дрожжи пекарские прессованные 50 грамм способ приготовления хлеб нарезать и подсушить до подрумянивания сухари заливают кипящей водой и настаивают три часа настой процеживают 45 грамм дрожжей разводят готовым настоем ставят на плиту и доводят до температуры 70 градусов цельсия после чего смесь охлаждает до комнатной температуры добавляют 5 граммов дрожжей и оставляют стоять в теплом месте 8 часов в готовый напиток добавляют сахар или мед по вкусу если есть возможность лучше использовать пивные дрожжи они даже имеют свои преимущества перед выше описанными лечебное применение пивных дрожжей они назначаются внутрь при различных инфекционных заболеваниях фурункулезе сахарном диабете болезнях кожи желудочно-кишечных заболеваниях а также с целью дезинфекции влагалища установлено что жидкие пивные дрожжи являются сильным возбудителем секреции желез желудка улучшают поджелудочную секрецию и секреции кишечных желез улучшается всасывательная способность тонкого кишечника пивные дрожжи химический состав в процентах сухого вещества белковые вещества 51-58 жир 2-3 углеводы 25-30 зола 8,1-9,1 содержание в пивных дрожжах витаминов группы В в миллиграммах на 1 грамм сухого вещества Б1 от 60 до 125, Б2 от 21 до 80, ПП 150-830, Б6 25-40, фолиевая кислота 19-22, пантотеновая кислота 42-200, биотин 0,8 10. Применение дрожжей показано при лечении больных, которые нуждаются в повышенном введении полноценного белка и витаминов группы В, заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь, гастрит, колит, энтероколит, понижение тонуса органов желудочно-кишечного тракта и угнетение секреции пищеварительных желез, то есть это идеальный продукт для стимуляции доши пита, огня пищеварения, благоприятное воздействие пивных дрожжей, улучшение аппетита и самочувствия, прибавка в весе, нормализация секреции желудка, улучшение моторной функции желудочно-кишечного тракта, то есть это дошавата стимулируется, повышение их тонуса, симптомы непереносимости дрожжей, отрыжка, появление чувства тяжести в подложечной области, вздутие живота, иногда понос. Чтобы этого не было, надо сначала укрепить пищеварительный тракт соками овощей, а затем натощак утром понемногу кушать пивные дрожжи. После приема пивных дрожжей кушать только тогда, когда появится чувство голода. При несоблюдении этих условий возникает их непереносимость, противопоказания, болезнь почек, подагра и так далее. От себя замечу, что если почки в норме, то дрожжи наоборот поддерживают их. Моча намного лучше фильтруется после приема пивных дрожжей. Третье продукты пчеловодства. Первое. Мед. О ценности этого продукта и применении его с супердолгожителями мы уже знаем. Внешний мед похож на сироп. Извлеченный из сот, он скоро начинает кристаллизоваться. Чем меньше в меде воды, тем он гуще. Мед, содержащий больше фруктозы, более жидкий. А падевый мед, содержащий много сахарозы, более густой. Чем меньше в меде фруктозы, тем более длительное время он остается жидким. Но если мед кристаллизуется, это свидетельствует о его доброкачественности. Один литр меда весит около 1 килограмма 420 граммов. При температуре выше 40 градусов Цельсия мед теряет свои свойства. Хранить мед необходимо в герметически закрытом отцвета сосуде. Здесь сохраняются ароматические вещества и не портятся ферменты. При температуре от 5 до 10 градусов Цельсия. Долгое хранение меда вредит его качеству. Уменьшается энзиматическая активность. Учеными, например, Младенов, болгарский ученый, было установлено, что в меде сохраняются пищевые и лечебные свойства растений, с которых он собран. Каждый сорт меда имеет свои лечебные свойства. При заболеваниях дыхательных путей рекомендуется горный мед, мед с душицей, тимьяном, липой. При заболеваниях пищеварительного и кишечного аппаратов – степной, с мятой, тимьяном и душицей. При сердечных болезнях – с лавандой, мятой, степной и лесной. Самый лучший мед при почечных болезнях – каштановый, с разнотравья полевого и плодовых культур. Итак, лечебная ценность меда заключается в ряде факторов. Первое. Природой сахаров усваивается без предварительной обработки лучше прочих продуктов. Второе. Наличие пыльцы и маточного молока в меде, несмотря на их гомеопатические дозы. Третье. Воздействие антибиотика из тела пчелы. К тому же антибактериальные свойства меда объясняются тем, что в водорастворимой части меда находится фермент ингибин, с помощью которого происходит окисление глюкозы в глюкороновую кислоту с одновременным выделением перекиси водорода, который губительно действует на микроорганизмы. Четвертое. В меде обнаружены почти все микроэлементы. Пятое. Мед стимулирует сердечные мышцы, предохраняет печень, действует как послабляющее и мочегонное средство, влияет противовоспалительно на слизистую оболочку желудка и кишечника. Все эти качества ставят мед в особое положение. Мед – это концентрат солнечных лучей, дающих нам энергию и долголетие. Поэтому употребляйте его регулярно, но в соответствии с вашими жизненными принципами. Второе. Маточкино молоко. Это секрет глоточных и частично верхнечелюстных желез молодых рабочих пчел в возрасте от 5 до 14 дней. Внешне оно напоминает желеобразную массу молочного цвета. Очень сильно подавляет инфекции. Как уже указывалось, благодаря особым свойствам маточкиного молочка, жизнь пчелиной матки длится в 60 раз дольше, чем обычной пчелы. Состав маточкиного молочка – вода 24,5%, общий азот 4,58%, общий протеин 30,62%, общая сера 0,38%, общий фосфор 0,67%, зола 2,34%, декстроза 11,4%. Сахароза 3,35%, эфирные вытяжки 15,22%. Помимо этого, в маточкино молочке были обнаружены витамины В1, В2, В3, В6, В12, фолиевая кислота, ПП, АЖ, нуклеиновые кислоты, РНК и ДНК, биостимуляторы. Наличие гамма-глобулина объясняет противовирусный, противомикробный и антитоксический эффект. Там есть аминокислота, являющаяся одним из основных компонентов коллагена. Коллаген – это соединительная ткань организма, на которую крепятся все рабочие клетки. От качества этой ткани в основном и зависит наше здоровье и долголетие. К такому выводу пришли Ламберти и Конехо, проводившие специальные исследования. Ввиду труднодоступности маточкиного молочка, применяется крайне редко. Третье. Прополис. Это продукт растительного происхождения, вырабатывается самой пчелой. Слово прополис происходит от древнегреческого «про» спереди и «полис» крепость-город. Он имеет двоякое происхождение. Является смолистым остатком от первичной фазы переваривания пыльцы. И второе. Собирается пчелами с почек деревьев, тополя, ольхи и других. По своей консистенции он представляет собой смолу, состоящую из множества различных веществ. Смол и бальзамов прополисы около 55%. Воска – 30%. Эфирных масел – 10%. Цветочные пыльцы – 5%. Эти компоненты богаты витаминами и микроэлементами. Смолистые и бальзамические вещества прополиса содержат коричневый спирт, коричневую кислоту, дубильные вещества. Десятки полезных веществ содержит цветочная пыльца. Обнаружен секрет слюных желез пчел. Вкус прополиса горький, стимулирует дошу вата. Запах сладковатый. Пчела собирает прополис с 10 до 16 часов. Прополис предохраняет пчелиную семью от вирусов и бактерий. Раствор сухого прополиса в воде и полоскание им горла уничтожает воспаление. Если использовать для глаз, уничтожает конъюнктивы. Применяют полоскание при болезнях уха, носа, а также заболеваниях, вызванных вирусами и бактериями в области головы. Прополис способен повышать комплементарную активность сыворотки крови и содержание гамма-глобулинов. А нестижирующее действие прополиса не уступает кокаину и новокаину. Прополис, добавляемый к пище, дает хорошие результаты при поражениях мочевого аппарата, оказывает воздействие на баланс гормонов. Применяется при хронических желудочных заболеваниях и воспалениях почек. Вот интересный пример применения прополиса. Один больной после операции принимал прополис и поправился на 20 кг. Через полгода перестал принимать. Через 7-8 месяцев вновь заболел. Злокачественное воспаление поджелудочной железы. Лечился безрезультатно. Начал снова принимать прополис. Здоровье восстановилось. Теперь ест и пьет все. В профилактических целях ежедневно принимает с пищи по пол ложечки прополиса. Сразу видно, что этот больной удачно стал стимулировать прополисом свою найслабейшую дошу пита, ответственную за пищеварение. Ну и естественно подавил разного рода бактерии, которые вызывали воспаление. Способ применения. Прополис, хоть и безвредное вещество, но очень сильное. Слишком большие дозы могут привести к раздражению полости рта. Поэтому лучше постепенно привыкать к нему в течение 3-4 дней. Ежедневный прием от 1 до 3 грамм. Чем лучше его пережевывать, тем лучшим и скорым будет результат. Не менее важно, чтобы и потребление прополиса после достижения лечебного эффекта постепенно сокращалось в течение 8-14 дней. При заражении мочевых путей, почек, таза, простаты, гениталий, прием в пищу от 5 до 10 грамм приводит к излечению. Тертый прополис используется при парадонтозе на ночь. Четвертая пыльца. Это очень ценная пищевая добавка, снабжающая организм естественными витаминами и минеральными элементами. Химический состав пыльцы по лува и каясу. Вода от 3 до 4%. Восстановленный сахар 20-40%. Невосстановленный сахар от 0 до 20%. Жиры от 1 до 20%. Белки 11-35%. Аминокислоты 10-45%. Зола 1-4%. Витамины все группы. Антибиотик наличествует. Фактор роста имеется. Аминокислоты, содержащиеся в пыльце в процентах. Аргинин от 4,4 до 5,7%. Гестидин от 2 до 3,5%. Изолейцин от 4,5 до 5,8%. Лецитин от 6,7 до 5,8%. Лизин от 5,9% до 7%. Метионин от 1,7% до 2,4%. Фенилаланин 3,7-4,4%. Тренин 2,3-4%. Триптофан 1,2-1,6%. Валин 5,5-6%. Витамины и гормоны, содержащиеся в пыльце в миллиграммах. Тиамин от 5,75% до 10,8%. Рибофлавин 16,3-19,2%. Меоцин 98,210%. Перидоксин от 0 до 9%. Пантатиновая кислота от 3 до 51%. Биотин от 0,1 до 0,25%. Фолиевая кислота от 3,4 до 6,8%. Латофлавин от 0,2 до 1,7%. Витамин А. Наличие каротиноидов. Структуры провитамина А без пигментов. Витамин В2. 16,3-19,2%. Витамин С. 152-640%. Витамин Д. Витамин Е. 0,1-0,32%. Игазитол 40%. Игазитол 30-40%. Витамин В12. И факторы роста. Согласно исследованию Григориану с сотрудниками, в пыльце обнаружено 27 элементов. Натрий, калий, никель, титан, ванадий, хром, фосфор, циркон, берил, бор, цинк, свинец, серебро, мышьяк, олово, галлия, стронций, барий, уран, кремний, алюминий, магний, марганец, молебден, медь, кальций, железо. Часто пыльца имеет горький вкус, стимулирует дошу вата. Влияние пыльцы на человеческий организм многообразно. А. Регулирует кишечные функции больных с запорами или хронической диареей, то есть поносом. В. В случае анемии быстро повышает количество гемоглобина. В. Вызывает быстрое прибавление в весе и способствует выздоровлению больных. Г. Благоприятно действует на нервную систему, особенно в случае депрессии и бессонницы. Является важным эйфорическим средством. Д. Обладает антибактериальными свойствами и особенно полезна при лечении колитов с аномалиями кишечной флоры. Прием доз зависит от самочувствия и степени здоровья больных и здоровых людей. Рекомендуют от 2,5 граммов в день до 20 граммов в некоторых случаях. Четвертое. Приготовление зерна. Общее правило для приготовления каш из любых круп следующее. Предварительно замочить крупу на 2-3 часа. Затем воду слить и варить только в воде. В основном стараться довести до кипения и после этого снять с огня и хорошо укутать для упаривания. Затем по вкусу добавить масло, подсладить. Вот подсладить это нежелательно. Или подсолить, что также не совсем желательно. Но лучше чем подсладить. Можно делать каши на отварах трав. Это придает им особо пикантный вкус и целебность. С этой целью крупу желательно мочить в течение 12 часов. Затем в полотняный мешочек, а можно и без него, заваривают травы, воду сливают, а отвар доливают крупе. Доводят до кипения и оставляют настаиваться в укутанном виде. Затем добавляют масло и так далее по вкусу. Можно после того, как крупа готова, сделать на сковородке поджарку. Лук, морковь или еще что-нибудь. Поджарка готовится до исчезновения горечи лука. Все это поджаривается на растительном масле. В готовую поджарку, а ее может быть много, добавить к кашу и хорошенько перемешать. Включить огонь и дать немного остыть. Принимать в теплом виде. Очень полезно для лиц с возбужденной дошей капха. Распаренное зерно. Можно взять любое цельное зерно, но в основном применяется пшеница. Стакан зерна предварительно тщательно промытого засыпать в термос. Залить тремя-четырьмя стаканами крутого кипятка. Воду лучше брать дистиллированную и настаивать не менее 3-4 часов. Затем воду слить, высыпать зерно в тарелку. По вкусу добавить масло или всевозможных специй и кушать после салата. Это блюдо очень полезно людям с преобладающей дошавата. Если нет термоса, то все это можно проделать в обычной банке. Только укутайте ее поплотнее и поместите в целлофановый пакет. Этот вид приготовления не требует особых усилий. Особенно, когда утром есть не хочется. То берете баночку с собой и кушаете на работе. Когда появляется чувство голода. Замоченное цельное пшеничное зерно. Зерна моют и заливают холодной водой так, чтобы вода их покрывала. Через 24 часа лишнюю воду сливают, а зерна ставят в холодильник. Приготовленные таким образом, их можно употреблять в течение 3-4 дней. Перед употреблением их можно слегка подогреть. Добавить вышеуказанное, как к распаренному зерну и есть. Вариант. Зерна заливают холодной водой и держат только ночь. Утром их можно есть. Приготовленные таким образом пшеничные зерна рекомендуются для взрослых и детей со здоровыми зубами. Такие зерна возбуждают вкусовые нервы, способствуют образованию слюны. Возбуждают всю пищеварительную систему и облегчают дефекацию, поглощая яды в кишках, а также оказывая бактерицидное действие. Проросшее пшеничное зерно. О том, как быстро, много и без хлопот приготовить проросшую пшеницу, смотрите мои видео на канале YouTube. Плейлист «Целебная кулинария». Кратко вымыли зерна граммов 300, положили его в глубокую чашку и залили полностью водой. Ночь настояли, зерно набухло. Утром слили воду и оставили день стоять при комнатной температуре, помешивая руками в течение дня. К вечеру она обычно прорастает. Ставите в холодильник и берете ежедневно для приготовления пищи. Так можно хранить зерно до двух недель. При длине выростка от 1 до 1,5 мм отмечается максимально биологическая ценность зерна. Приготовленные таким образом зерна богаты витаминами, особенно группы В и Е, ферментами, микроэлементами. Они содержатся в оболочке. К тому же при переваривании белков пшеницы образуются особые вещества эндорфины. Все эти вещества необходимы для построения клеток человеческого тела и укрепления психики. Вот интересная выдержка из доклада врача йога госпожи Шмидт. Проводимая в течение 20 лет большая экспериментальная работа полностью подтверждает эффективность стимулирующего действия проросшей пшеницы, этого природного эликсира жизни, на координацию развития человеческого организма в любом возрасте, на регулирование и восстановление жизненно важных процессов, на оптимизацию обмена веществ и стабилизацию нервной системы. Во многих случаях при введении в рацион проросших зерен результаты лечения ряда серьезных заболеваний превзошли все ожидания. Причем попутно восстанавливалась острота зрения, координация движений, цвет и густота волосяного покрова головы, укреплялись зубы и так далее. По моим наблюдениям, у людей любого возраста уже через 1-2 недели наступало явное улучшение состояния здоровья, а затем происходило полное исцеление. Следует отметить, что при этом наблюдалась практически полная невосприимчивость к простудным заболеваниям. Интересно отметить параллель со статьей Владимира Лаговского «За секретом Гогулы», журнал «Природа и человек» номер 3 за 1989 год. В ней говорится об обновляющем материале животных зародышевых клетках, которые вводят в организм посредством операции. Мы же вводим растительные зародышевые клетки естественным путем через рот. В обоих случаях эффект налицо. Проросшие зерна становятся мягкими, как будто они распарены. Крахмал в них превращается в солодовый сахар, а это облегчение пищеварения на целую ступень. Ведь мы в начале крахмал должны превратить в сахар. Поэтому проросшие зерна – самое лучшее для пищеварения и наиболее сильны целительно из всех других зерновых блюд. Особенно рекомендуется тем, у кого уменьшено выделение слюны. Проросшие зерна пшеницы – сильнейший стимулятор доши капха. Вот еще несколько рецептов особенно ценных блюд из проросшего зерна. Приготовление лечебных каш и киселя следует проводить следующим образом. За 12-24 часа до приготовления блюда из проросшего зерна, из расчета 50-100 граммов на человека, его проращивают вышеуказанным способом. Затем промывают и пропускают через мясорубку. После этого добавляют мед по вкусу, масло и другие специи. В зависимости от того, сколько добавлено, получается каша или кисель. Кипятить ни кашу, ни кисель недопустимо. Пшенично-растительная смесь. Мною разработан уникальный по целительной силе рецепт пшенично-растительной смеси. А. Проросшее зерно перемолоть на мясорубке. Перемолоть свежую морковку. Можно использовать выжимки от соковыжималки. Свеклу, корень сельдерея, одуванчика, пастернака, петрушки и много других съедобных культурных и дикорастущих растений, употребляемых в пищу. Все это тщательно перемешивается между собой и перемолотым проросшим зерном. Добавляется немного меду в качестве консерванта. В зависимости от компонентов, вкус смеси меняется в широких пределах, что позволяет избирательно влиять на доши. Меняя растения и подбирая их с учетом ваших заболеваний, вы можете целенаправленно воздействовать на их скорейшее исцеление. Например, если использовать корень и зелень одуванчика с перемолотыми зернами пшеницы, то эта смесь способствует скорейшему восстановлению от физических нагрузок, тонизирует весь организм. Если использовать петрушку, морковь и зерна, то вы будете оздоравливать почки и так далее. Особенно полезна эта смесь зимой и ранней весной. В этот период к перемолотому проросшему зерну полезно добавлять размоченные сухофрукты, абрикосы, яблоки, груши, изюм, а также морковь, свеклу и другие травы. Вкус получается очень интересный, своеобразный. Насыщаемость такой смесью довольно велика. Многие становятся сытыми от 3-5 ложек. Б. Смесь приготовляется подобным же образом, но только вместо меда берется масло. Масло рекомендуется использовать для получения несладких смесей. В этом случае используются горькие травы, вяжущие и так далее. Обе разновидности смеси можно приготовлять раз в неделю и кушать по мере надобности. По крайней мере неделю-две она остается такой же целебной. Я брал ее на работу и завтракал, обедал, когда появлялось чувство голода. На себе и на других замечено, что улучшается пищеварение, эвакуаторная функция кишечника, повышается работоспособность и потенция. Паста из дикорастущих седобных трав. Беру травы, крапива, лист одуванчика, подорожник, клевер, мать и мачеха, манжетка, спорыш, листья и цветы липы, листья березы и малины, а также и другие. Чем больше, тем лучше. К этому прибавить немножечко веточек черемухи, она придаст запах миндаля. Все это промыть, пропустить через мясорубку. Паста сладкая. Все травы смешать с медом. Такая паста в холодильнике будет храниться месяц. А если закрыть крышкой, то и дольше. Паста соленая. Все вышеуказанные травы смешать с подсолнечным маслом или корейским соусом. Эту пасту можно сочетать с луком и другой зеленью для бутербродов. Чайная ложка такой приправы пасты, принятая до еды, обеспечит вас суточной дозой микроэлементов и витаминов. В зимний период эту пасту можно делать из сухих трав. Травы мелко измельчаются, размачиваются, желательно в дистиллированной воде, чтобы в воду переходило больше веществ. Затем перемешиваются с медом или маслом. Оладушки из травяной муки. Высушиваются съедобные травы, как для приготовления пасты из трав. Затем измельчаются до мукообразной консистенции. В нее добавляется обычная пшеничная мука для скрепления. И пекутся лепешки и оладьи. Икра черная. Сухую морскую капусту залить водой, чтобы разбухла. Затем добавить подсолнечное масло, поджаренный лук и мелко-мелко натертый чеснок. Все это намазят на хлеб с маслом. Получается удивительно вкусное блюдо, вкусом напоминающее черную икру. Приготовление салатов. Желательно салаты приготовить из овощей по сезону. Так как салаты являются для нас основным обязательным блюдом, то и отношение к ним должно быть особое. Салаты главные поставщики натуральных пищевых веществ. Для того, чтобы полнее удовлетворить потребности организма, необходимо кушать салаты, особенно из корней, листьев и плодов растений. Такие салаты называются триадами и богатыми микроэлементами, содержащимися в корнеплодах овощей, свекла, морковь, сельдерей, клетчаткой и хлорофилом, содержащимся в листьях растений, петрушка, капуста, витаминами, энзимами, пигментами, структурированной водой, находящихся в плодах, огурцы, помидоры. Теперь поговорим о грамотном их применении. На первом этапе оздоровления, это 2-3 месяца, можно не обращать особого внимания на подбор овощей, входящих в салаты. Главная задача в этот период – ощелачивание организма и формирование нужной микрофлоры. Поэтому используйте овощи, содержащие высокий процент щелочных элементов и структурированной воды. На втором этапе, в течение последующих 3-6 месяцев, уже надо подбирать овощи с учетом инь-янь соотношения, чтобы стимулировать иньские или янские функции организма и добиваться их уравновешивания. И на третьем этапе, с помощью подбора вкусовых ощущений от овощей и специй майонезов, майонезов домашних, регулировать доши. Отрегулировав доши, вы уже незначительно меняете вкусовые ощущения в зависимости от сезона, своего состояния и добиваетесь стабильного поддержания здоровья на высоком уровне. Помните, чтобы простимулировать одну слабую дошу, в салат подбираются растения с одним вкусом после переваривания. Если вы в салате будете использовать овощи с различными вторичными вкусами, то никакой стимуляции не будет. О том, что слишком мелко нарезать овощи не надо, потому что они портятся от прикосновения с воздухом. По-моему, трудностей в этом вопросе у вас возникать не будет. Теперь поговорим о приготовлении салатов. Хороший вкус получается у салата, когда капусту свеженареженную слегка посыпать солью, полить лимонным соком. Можно использовать и лимонную кислоту. Хорошо помнуть руками. Подрежут зелень и подадут к столу. Майонез с яблочным соком. 1 столовая ложка толченых грецких орехов. 1 столовая ложка растительного масла. 3 столовые ложки яблочного сока. Орехи смолоть или истолочь в деревянной посуде до получения однородной жирной кашицы. Влить растительное масло и постоянно помешивать до получения густой смеси, которую заправить соком кислых яблок. Майонез с яблочным и лимонным соком. 1 столовая ложка молотых грецких орехов. 1 столовая ложка растительного масла. 2 столовые ложки яблочного сока. 1 столовая ложка лимонного сока. Приготовляется так же, как и майонез с яблочным соком. Майонез с лимонным соком. 1 столовая ложка молотых орехов. Грецких миндаля лесных. 1 столовая ложка растительного масла. Лимонный сок. Приготовление тоже. Майонез с подсолнечными семенами. Для 6 порций 100 граммов очищенных подсолнечных семечек. 100 граммов растительного масла. По 1 столовой ложке томатного пюре. Лимонного сока. Натертого лука. Мелко нарезанная цедра одного лимона. Очищенные семечки смолоть и потолочь в деревянной или фарфоровой посуде. До образования жидкой кашицы. Добавить в нее томат-пюре и натертый лук. Постоянно и долго мешая полученную смесь, вводить в нее растительное масло. Вначале по капле, а потом тонкой струйкой. Чтобы получился густой майонез. Заправить его соком и цедрой лимона. Майонез из творога. 100 граммов творога. 1,5 столовые ложки растительного масла. 2 зубца чеснока. 1 столовая ложка молока. Немного красного молотого сладкого перца. Петрушка. Творог хорошо взбить деревянной ложкой. И постепенно соединить с растительным маслом и молоком. Заправить хорошо растертым чесноком и измельченной зеленью петрушки. Майонез с творогом для 6 порций. 1 яичный желток. 100 граммов растительного масла. 50 граммов творога. 1 столовая ложка мелко натертого лука. Красный молотый перец. Сладкий. Творог взбить деревянной ложкой. В равномерную массу. И соединить с приготовленным отдельно майонезом из желтка и растительного масла. Заправить перцем с луком. Подается на завтрак. С этим майонезом можно приготовить бутерброды, украшенные кусочками красного сладкого перца и огурца. Листочками петрушки. Соус с лимонным соком для салата. 2 столовые ложки растительного масла. По 1 столовой ложке лимонного сока и натертого лука. 1 чайная ложка меда. Хорошо взбить масло, сок и лук. И полученным соусом залить салат. Сладкий соус с лимонным соком для салата. 3 столовые ложки растительного масла. 2 столовые ложки лимонного сока. По 1 чайной ложке меда. И измельченной зелени петрушки. Масло, лимонный сок и мед хорошо перемешать. Положить измельченную петрушку. Этот соус подходит для зеленого салата. Соус с укропом для салата. 2 столовые ложки растительного масла. 1 столовая ложка лимонного сока. По 1 чайной ложке меда. И измельченной зелени укропа. Масло, сок и мед хорошо размешать. Соединить с измельченным укропом. Его можно заменить зеленью сельдерея, экстрагона, луком-пореем или другими приправами. Томатный соус для салата. 150 грамм помидоров. 2-3 столовые ложки сметаны или простокваши. 1 столовая ложка лимонного сока. По 1 чайной ложке меда и натертого лука. Хорошо созревшие помидоры помыть, очистить от кожицы и натереть на терке или взбить миксером. Соединить с хорошо взбитой сметаной, лимонным соком, медом и натертым луком. Ореховый соус для салата. Первый вид. 4 столовые ложки молотых орехов. 2 зубика чеснока. 1 столовая ложка лимонного сока. Можно заменить любым кислым соком. Орехи смолоть, а затем истолочь в деревянной посуде до получения равномерной жирной кашицы. Растереть в кашу чеснок. Соединить с орехами и заправить лимонным соком. Второй вид. По 1 столовой ложке толченых грецких орехов, растительного масла и лимонного сока. Орехи смолоть и истолочь в деревянной или фарфоровой ступке до образования жирной кашицы. Постепенно влить лимонный сок, а затем и масло. И если получится густая масса, немного развести водой. Морковный соус с хреном для салата. 100 граммов моркови. 1-2 столовые ложки меда. 1 столовая ложка лимонного сока. 1 чайная ложка натурального натертого хрена. Сметана. Чистую морковку натереть на мелкой терке. Добавить мед, смешанный с лимонным соком и хрен. Развести сметаной до необходимой густоты. Сметанный соус для салата. 100 граммов сметаны. По 2 столовые ложки измельченной зелени для заправки. Зеленое перо лука, чеснок, укроп, петрушка, сельдерей и другие. Сметану взбить в равномерную массу и соединить с лимонным соком, маслом и порубленной зеленью. Соус с медом для салата. 1 столовая ложка лимонного сока. 1-2 столовые ложки меда. С медом постепенно соединить лимонный сок, непрерывно помешивая. Если уксус получился кисловатым, по желанию можно добавить 1 столовую ложку растительного масла. Соус триада. Берется 1 желток, 1 столовая ложка меда и масла. Все это тщательно перемешивается и выливается в салат. Как раз на 1 порцию. Вкус получается отменный. Особенно в капустно-морковном салате. Соус с сельдереем. 2 столовые ложки растительного масла. По 1 столовой ложке лимонного сока, меда, натертого сельдерея, корнеплода. Растительное масло, лимонный сок и мед хорошо взбить. Добавить сельдерей. Если используется зелень сельдерея, то ее нужно очень мелко нарезать и столочь в кашицу в деревянной ступке. Соус с приправами. Сок из 60 грамм кислых яблок или терпкой айвы. 60 грамм очищенных грецких орехов. 30 граммов смешанных приправ. Петрушка. Сладкий красный перец. Чабрец. Укроп. Зелень сельдерея. Тмин. Приправы скомбинировать по вкусу и мелко нарубить или истолочь. Добавить к ним кислый сок и молотые орехи. Получается очень вкусно, если намазать соус на ломтики свежих овощей. Соусы с мукой. Поджарьте сухую муку до золотистого цвета. Отдельно поджарьте лук на подсолнечном масле. Перемешайте все между собой. Этот соус добавляйте в слегка протушенные кабачки, морковку и свеклу. Это придает этим овощам очень хороший вкус. Итак, добавляйте вышеуказанные соусы и майонезы в салаты и кушайте на здоровье. Возможно, вы изобретете на основе вышеуказанного свой соус или майонез. Варите. Аджика. 5 частей сладкого перца. 5 частей помидоров. 1 часть перца горького. 1 часть чеснока. 5 частей растительного масла. Довести все до кипения и закатывать. Пятое блюдо рекомендуют Аракелян Сурен Авакович. Первое. Хлеб по Аракеляну. Берется мука второго сорта. 1 килограмм. Растительное масло. 100 грамм. 100 грамм меда. Стакан воды. Из этого теста делается лепешка и подсушивается в духовке при температуре 45-48 градусов Цельсия. Такой хлеб не содержит никаких дрожжей и он подобен армянскому лавашу. Все клетки в таком хлебе живые. После приготовления его заворачивают в целлофан и хранят в холодильнике. Второе. Антистрессовый препарат. Антистрессовый препарат. Особая пищевая добавка, благотворно влияющая на организм, особенно во время голодания. Вот рецепт. На 1 килограмм веса тела берется 0,01 грамм пищевой лимонной кислоты, 0,01 миллилитра настоя мяты, 2 грамма натурального меда и 2 миллилитра воды. Это норма на 6 дней. Если вы весите, к примеру, 80 килограмм и голодаете 3 дня, берете соответственно 0,4 грамма лимонной кислоты, 0,4 миллилитра настоя мяты, 80 грамм меда и 80 миллилитров воды. Разделите это на 3 части и принимайте по одному разу в день. Физиологическая роль каждого составляющего компонента следующая. Лимонная кислота – единственная из кислот, соединяющаяся в организме с кальцием. Лимонно-кислый кальций – уникальная жизненно важная соль с щелочными свойствами. При ее растворении высвобождается фосфор и кальций, накапливающиеся в костяных депо. При обычном питании примерно 60% фосфора и кальция жизненно необходимых веществ проходит через организм транзитом. Есть еще одно характерное свойство лимонной кислоты. Она тот результат, которому приводит процесс переваривания пищи. Соединяя СТФ, кислота горит, высвобождая энергию. Вводя в организм сразу лимонную кислоту, мы сокращаем ее работу и делаем питание высокоэффективным. Так что, строго говоря, если вы пьете раствор меда с лимонной кислотой, ни о каком голодании речь уже не идет. Вы получаете отличное питание, при этом освобождая себя от переработки пищи. Лимонная кислота, соединяясь с аминами, образует аминолимонную кислоту с отрицательным электрическим зарядом. А из 21 незаменимых аминокислот, только 3 заряжены отрицательно. В этом особая ценность для организма аминолимонной кислоты. Если вы не найдете лимонной кислоты, можно воспользоваться лимоном. Отжатый из плода сок содержит 10% лимонной кислоты. То есть, при расчете на 6 дней и 1 кг веса, вам потребуется 0,1 мл лимонного сока. О меде мы уже знаем. Соединение меда с лимоном – хорошо известное целебное народное средство. Воду лучше применять талую. Эффект будет более выражен. Мята – интересное растение. Благодаря своим вкусовым особенностям она стимулирует дошу вата. В итоге получается такая картина. Мед стимулирует дошу капха, лимонная кислота пита и мята вата. То есть, этот продукт уравновешивает и уравнивает все 3 доши. Отсюда и его целебный эффект. Аракелян советует добавлять в воду немного соды. Из расчета 1 грамм на 3 литра. Сода с лимонной кислотой, всем хорошо известна, шипучка. Она обильно выделяет углекислый газ, тоже нам необходимый. Помимо голодания, эту добавку, антистрессовый препарат, можно употреблять и в обычные дни по 30 граммов в день. В этом случае можно не делать перерасчета на собственный вес. А просто берете сок 3 лимонов или чайная ложка лимонной кислоты. 250 грамм натурального меда, чайная ложка настойки мяты перечной, продается в аптеке. Ко всему этому добавить 1 литр талой воды. Вот еще несколько оригинальных блюд Сурена Аваковича. Первое. Овсяную крупу развести водой, подслащенной медом. Добавить растительное масло, ваниль и хорошенько взбить. Этот жидкий коктейль самый вкусный, самый сильный. Второе. В сок шиповника накрошить лук, редиску, капусту, морковь, огурцы, петрушку, укроп. Получится подобие окрошки. Третье. Проросшую пшеницу, росток которой не должен превышать 1-2 мм, и лимон с коркой пропустите через мясорубку. Замесите гречневой мукой, выложите на тарелку, покройте слоем пропущенных через терку кислых яблок. Получится сытный пирог. Четвертое. Пропустите через мясорубку размоченную чечевицу и горох. Прибавьте орехи, лук, чеснок, зелень, растительное масло и придайте этой массе форму котлет. Вам, наверное, интересно будет услышать мнение Аракеляна о сырой пище. Пища из сырых фруктов и овощей стимулирует обмен веществ, улучшает работу всех органов, очищает организм от вредных остатков, повышает выносливость, стабилизирует иммунные системы, повышает резистентность, силу, является основным фактором здоровья и долгой молодости. Шестое. Несколько старинных рецептов по омоложению. Для этого нужно по одной пачке 100 граммов ромашки, зверобоя, бессмертника, березовых почек. Все это перемолоть и закрыть крышкой. Вечером взять 1 столовую ложку смеси, залить кипятком пол-литра на 20 минут, процедить через ткань, но не марлю и выжать. Налить стакан этой жидкости, растворить чайную ложку меда, выпить. После этого не есть и не пить. Эту процедуру делать перед сном. Утром подогреть оставшуюся жидкость на пару, растворить чайную ложку меда, выпить за 15-20 минут до завтрака. Так поступать ежедневно, пока не кончится смесь. Через 5 лет можно повторить. Каков результат, спросите вы? Резко улучшается обмен веществ, организм очищается от жировых и известковых отложений, кровеносные сосуды становятся эластичными, предупреждаются склероз, инфаркт, гипертония, исчезают шумы в голове, головокружение. Общее состояние организма улучшается, восстанавливается зрение, омолаживается весь организм. Нам остается попробовать на себе этот тибетский рецепт. Лекарственный чай. В старой медицинской литературе есть указания о положительном влиянии чая из лекарственных растений, прием которого полезен при пристрастии к алкоголю. В состав чая входят полынь горькая, зверобой продырявленный, мята перечная, тысячелистник обыкновенный, каждого по 2 столовые ложки, а также тимьян ползучий, богородская трава, второе название его, корень диагель, ягоды можжевельника, по 1 столовой ложке все эти растения в измельченном виде тщательно перемешиваются. Такая смесь может храниться в течение года. Чайную ложку смеси заливают стаканом кипятка, настаивают 10-15 минут и пьют в период запоя ежедневно по 3-4 стакана в день. Курс лечения 10 дней. После этого перерыв 3-5 дней. Затем лечение повторяется и так в течение 8 месяцев. Люди, страдающие пристрастием к алкоголю и принимавшие в течение указанного срока этот чай, отмечают значительное улучшение общего состояния. У них исчезает болезненное тяготение к алкоголю. Улучшается переваривание пищи, исчезает отрыжка и сжога, нормализуется сон. Седьмое. Аюрведические блюда и рецепты. Первое. ГХИ. Очищенное топленое масло. Способствует лучшему перевариванию пищи и донесению питательных веществ до клеток организма. Пол килограмма сливочного масла медленно растопить на огне, не доводить до кипения. Растопив, уменьшить огонь, чтобы вода в масле не испарялась. Снимать пену. Приготовленная ГХИ очень часто приобретает золотистый цвет, хороший запах, как жареная кукуруза. Маленькие пузырьки будут подниматься на поверхность. ГХИ готова, когда 1-2 капли воды, помещенные в масло, создают потрескивание. Охладите ГХИ и слейте через марлю сосуд. ГХИ будет свежим 3 месяца в комнатных условиях и 6 месяцев в холодильнике. Второе. ЛАСИ. Напиток основан на простокваши. Пить его рекомендуется в середине дня. В чашку простокваши или йогурта добавьте 2 чашки теплой воды и следующие специи. Чайную ложку корицы, чайную ложку имбиря, чайную ложку сахара, чайную ложку соли, щепотку шафрана или розовой воды. Пить в конце еды поможет хорошо переваривать пищу и выработать ОДЖАС. ОДЖАС по-индусски – жидкость. Можно термином ОДЖАС передать термин ПРАНА. Йог Рамачарака так охарактеризовал термин ПРАНА. ПРАНА, хотя и находится во всех формах материи, однако же она не материя, а лишь энергия или сила, которая оживляет материю. Третье. ГХИ из корня АИРА. Вначале приготовьте отвар из корня АИРА. Взяв 1 часть порошка корня АИРА на 8 частей воды. Кипятит эту смесь, пока не останется 1 четвертая объема воды. Взять 1 часть этого отвара и добавить к нему такое же количество ГХИ. К этой смеси добавить равное количество воды и кипятить, пока вода не выкипит. То, что останется и будет ГХИ из корня АИРА. Четвертое. Миндальный напиток. Намочить 10 миндалин на ночь в воде. Утром очистить кожицу. Положить миндалины в смеситель с одной чашкой теплого молока. Добавить по щепотке порошка кардамона и черного перца. Свежемолотого из спиричных зерен с одной чайной ложкой меда. Смешать на большой скорости 5 минут и выпить. Этот напиток помогает повысить энергию и отжас. Пятое. Йоговский напиток. Смешать следующие ингредиенты. 2 чайные ложки свежего натертого имбиря. 4 цельных семечка кардамона. 8 целых гвоздик. 1 целый прутик корицы. И 8 чашек воды. Кипятить, пока не останется половина объема воды. Добавить 1 унцию коровьего молока. Унция 24 грамма. Смешать, охладить и пить. Восьмое. Макробиотические блюда. Первое блюдо из овощей. Нутике. Нитуке. Нитуке это овощные блюда, поджаренные на растительном масле. Все нитуке немного соленые. А. Кинцира. Разрежьте вдоль корни репейника и морков в отношении 3 к 1. Жарьте на растительном масле корни репейника до их полной готовности. Добавьте морковь и варите в небольшом количестве воды. Посолите и добавьте немного соевого соуса. Рекомендуется при малокровии, усталости, слабости, болезнях кожи, конъюнктивите, трахоме. Б. Кинцира из лука. Нарежьте лук и поджарьте на растительном масле. Посолите и добавьте немного соевого соуса. Очень хорошее средство против ревматических заболеваний. Второе. Печеная круглая тыква. Нарежьте эту тыкву на крупные куски, посыпьте солью и пеките в духовке. Подавайте в соусе мисо или соевом. Рекомендуется при диабете. Мука из гречихи и пшена очень янь. Замесите тесто на воде, подсолите его и скатайте из него шарики. Размером немного больше ореха. Плющите их в кружочки и пеките в духовке. Их можно поджарить на огне. Поджаривать вместе с нитуке. Полезно для больных. Хорошо при вялом кишечнике. Четвертое. Мелкая фасоль. Желательно красного цвета. Варить до тех пор, пока не станет нежной, затем посолить. Очень полезно для почек, селезенки и поджелудочной железы. Пятое. Дикие овощи. Дикий шпинат, одуванчик, репейник, пастушья сумка. Нейтрализует яды. Корни одуванчика помыть, но не снимать кожицу. Нарезать кружляшками. Жарить на одной столовой ложке растительного масла. Посолить и добавить соевого уксуса. Прекрасная пища для больных артритом, ревматизмом, сердечными заболеваниями. Шестое. Кофе из одуванчиков. Помойте и высушите корень одуванчика. Нарежьте их на небольшие кружочки и подрумяньте на сковороде в растительном масле. Пропустите их через кофейную мельницу. Прокипятите этот порошок в течение 10 минут из расчета 1 чайная ложка на 1 чашку воды. Процедите и подавать. Те, кто предпочитает горький вкус, могут добавить сюда цикорий. Этот кофе очень полезен при заболеваниях сердца и нервной системы. Седьмое. Кофе осава. Возьмите 3 столовые ложки риса, 2 пшеницы, 2 мелкой красной фасоли, 1 турецкого гороха и 1 цикорий. Хорошо поджарьте до потемнения. Все это по отдельности. Затем смешайте и поджарьте на небольшом количестве растительного масла. Охладите. Затем смешайте и поджарьте на небольшом количестве растительного масла. Охладите и сделайте муку тонкого помола. Берите 1 столовую ложку этого порошка, называемого янных, на пол литра воды. Подавайте после того, как прокипятите 10 минут. Рекомендуется для работников умственного труда при запорах и хронических головных болях. Шестое. Отвар мать и мачехи. Прокипятите 30 граммов листьев мать и мачехи в 150 граммах воды. Посолите и пейте по утрам перед завтраком. Прекрасное глистогонное средство. Листья сохраняют свою силу в течение нескольких лет. Девятое. Липовый отвар используют при бессоннице, когда состояние организма ян перевозбуждено. Десятое. Специальный рисовый крем. Поджарьте рис и кипятите его от 1 до 2 часов в 4 объемах воды. Процедите сквозь кусок ткани. Это будет прекрасный тонизатор. При болезнях пить по утрам, а при усталости после обеда. Вообще, это хороший продукт при восстановительном питании после поста. Одиннадцатое. Гамасио. С целью нейтрализации кислотности крови, ешьте по 1 чайной ложке гамасио. Оно состоит из 3-4 частей молотых сезамовых семян. Можно заменить подсолнечными. И 1-4 частей неочищенной морской соли. Сезамовое масло в гамасио собирает соль и препятствует жажде. Соль проникает в кровоток и уничтожает повышенную кислотность крови. В этом приложении вы познакомились с пищевыми добавками и способами приготовления пищи. Подбирайте для себя индивидуально. Пробуйте и находите свое. Заключение. Тема, затронутая мной, бесконечна. Но в данной работе я постарался затронуть то основное, что подходит для всех. Здесь описаны механизмы переваривания и взаимодействия пищи с организмом, который у всех действует независимо от их воли. Кроме того, функция питания наиболее древняя из всех известных. Именно от того, что и как мы едим, мы получаем и вторичные функции кровообращения и дыхания, двигательную активность. Внутренняя среда организма также в первую очередь зависит от качества и количества поступающей пищи. Это меняет наше умонастроение, характер, социальную активность в конце концов. Поэтому, нормализовав питание, мы нормализуем и все производные от него кровообращение, дыхание, двигательную и умственную активность. И как показало все содержание этой книги, свежая растительная пища богата биоплазмой, то есть отжисом, натуральными структурами, правильно употребляемая, правильно сочетаемая, упрощенно обрабатываемая и индивидуально подбираемая в зависимости от сезонов года и собственных дож, позволяет поддерживать все три процесса в организме, гомеостаз, гомеорезис и гомеоморфоз на самом высоком уровне. Поэтому вывод однозначен. Да, с помощью правильного питания мы можем обрести прекрасное здоровье и долгую творческую жизнь. Следующий шаг. Как с помощью других средств воздействовать на наш организм, стимулировать его скрытые резервы и защитные силы? Во втором томе будет прослежен общий корень оздоровления от физических упражнений, дыхания, голодания и других средств, увеличивающих наш жизненный потенциал, приводя нас к вершинам здоровья и самореализации. Отзывы врачи-ученых о данной работе. Воистину удивительный мир увлеченных людей. Мне как врачу особенно интересны люди, с одной стороны далекие от медицины, с другой активно вмешивающиеся в нее, подвергая сомнению устоявшиеся догмы. В этом отношении интересен регион Ростовской области. Порфирий Иванов своими 12 заповедями увлек тысячи людей. Надежда Семенова, пропагандируя здоровый образ жизни, в основе которого лежит раздельное питание, противоречащее тому, что декларируется Институтом питания Академией Министерства наук СССР творить чудеса, хотя эти чудеса взяты от природы. И, наконец, Геннадий Малахов, с помощью естественных методов, делающих больных людей здоровыми. Вышедшая недавно его первая книга «Целительные силы» достойна того, чтобы рекомендовать ее в качестве методического пособия для врачей различного профиля. Восхищает то, что не будучи врачом, Малахов Геннадий практически без погрешности излагает физиологию, патологию желудочно-кишечного тракта и дает практические рекомендации, без которых больной человек не может быть здоровым. Вполне вероятно, что подобная книга может встретить отрицательную реакцию официальной медицины, но будем надеяться, что перестроечный механизм в конце концов заставит методы и средства народной медицины как можно быстрее внедрить в жизнь. В этом залог более успешного решения проблемы оздоровления населения страны. Доктор медицинских наук, лауреат государственной премии, заслуженный изобретатель РСФСР Иван Неумывакин. Далее идет использованная литература, с которой вы можете самостоятельно ознакомиться. На этом конец первому тому.